И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас наконец-таки долгожданный видеоролик. Вчера я хотел записать обзор по поводу обновления, которое у нас в игре сегодня уже появилось. К сожалению, не было такой возможности, поэтому сегодня уже непосредственно сразу видеоролик после ввода данного обновления в нашу игру у нас появляется. Если вам нравится подобного формата видеоролики, которые связаны с обзорами обновлений, с моими мыслями по всему этому поводу, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком. Ну и если не подписаны на канал, мне будет очень приятно, если вы на него, конечно же, подпишетесь. Обновление у нас следующее, друзья, кто не знает, хотя, в принципе, по превьюшке, наверное, и по названию вы уже поняли, о чем речь пойдет. Пойдет речь, конечно же, о защитнике. Также у нас в игре появились сегодня там новые задания всякие интересные, там дисконт-викенды, но об этом, наверное, сегодня чуть-чуть попозже я скажу свое мнение, может быть, ближе к концу данного видеоролика, но непосредственно данный видеоролик, конечно же, посвящен защитнику. Многие знают, что это мой самый любимый дрон и, по моему мнению, это самый имбалансный дрон в игре и самый жесткий дрон на данный период времени был, по крайней мере, потому что сегодня я еще не сыграл ни одного боя. Но мне почему-то, друзья, кажется, что ничего, по сути, не изменилось. Его занерфили на 5 секунд, плюс добавили быструю перезарядку. Соответственно, теперь, если вы быстро респуетесь, у вас все равно каждый раз защитник будет. То есть, если раньше у вас была такая возможность или невозможность того, что вы уйдете на респ, респанетесь, нажмете броню и у вас дрон еще будет на кулдауне, то сейчас такой возможности у вас не будет. У вас всегда будет дрон готовый к бою и как только вы уйдете даже самым быстрым образом на респ, 3 секунды все равно пройдет и дрон у вас уже будет готов к нагибщику и спокойнейшим образом вы с ним будете продолжать нагибать. Раньше ситуация была немножко другая. Занерфили на 5 секунд. Работает теперь не 20, а 15 секунд. Ну и хавает теперь у нас получается в сумме по 3 брони. Если нажимаете броню плюс 2 дополнительные брони, данный дрон скушает у вас. Я не скажу, что это чересчур больно для меня лично. То есть, если сравнивать все это дело с бустером, если говорить о том, что бустер по сути является таким же, его занерфили и он все равно имбай, то здесь огромнейшая просто разница между данными двумя дронами. Бустера занерфили довольно жестко. Здесь всего лишь 5 секунд. Да, хавает броню, но для меня припас двойной защиты, он намного менее ценнее, нежели ДДшки. Не знаю, как для вас, но для меня именно так все это дело и работает. Для меня ДДшка намного дороже припас, нежели броня. Поэтому то, что там хавает по 3 брони, я считаю, что, ну окей, как бы к этому все и должно было уже давным-давно прийти. Как оно будет сейчас себя показывать в бою? Безусловно, мы пикаемся. Ага, пикаемся, понял, у меня открыта ошибка, сейчас быстро обновляюсь. Пикаемся и смотрим уже. Мне очень, честно говоря, интересно, что там сильно изменилось. Чувствуется это вообще? Не чувствуется это вообще? Да, и те ребята, которые до сих пор не купили данный дрон, либо думают там на ближайших скидках на день рождения танков уже закупаться, брать им дрон этот, не брать, нагибает он продолжает в этой игре или не продолжает он нагибать. Сейчас мы все это дело, конечно же, с вами посмотрим. Но если исходить исключительно с теоретической точки зрения, то я вам могу сказать, что ничего по сути не изменилось. И дрон как был имбой, только сейчас он стал чуточку менее имбован. Ну, а так он, в принципе, также боеспособен и спокойно конкурирует с любым другим дроном. Да и что там конкурировать? Он, по сути, даже лучше, чем любой другой дрон. Ой, я сейчас даже нарку неправильно прожал. Ну, ладно, ничего страшного. 15 секунд, друзья. Вы понимаете, что в среднем вы на карте живете, ну, секунд, наверное, 20, да? То есть, если раньше у вас все это полноценное время вы могли жить, то сейчас, ну, я имею в виду именно среднее время, да, друзья? Не надо сейчас говорить, что там, я сказал, дичь, и вы живете там по минуте. Среднее время вы, бывает, умираете быстро, бывает, умираете долго. Поэтому среднее время примерно около 20 секунд и будет. И сказать, что 15 секунд и 5 секунд вот эти вот нерфы, это чересчур много и чересчур жестко, я бы так не сказал, да? То есть, по сути, у вас половина вашего расходника, да? То есть, у вас половина времени от того, как имеется расходка, работает данный защитник. Соответственно, если вы живете, если не получаете такое большое количество урона, то можете прожать уже следующую броню и, соответственно, продлить свой дрон. Также вы можете подобрать дроповую расходку и, соответственно, также продлить свой дрон и ни в чем себе не отказывать, потому что кулдаун его теперь всего лишь 3 секунды. А моя команда это просто супер-мега-крутые нагибаторы, которые умеют нагибать своих тиммейтов. Ну ладно, сегодня не об этом. Я уже так немножечко углубился. Поэтому, друзья, если у вас на данный период времени имеются вопросы в своей голове, вы думаете о том, что стоит там покупать этот дрон, не стоит его покупать, я вам скажу, что берите, вы определенно не пожалеете, даже при том раскладе, что его занерфили. С какой-то стороны я вам скажу, что даже лучше, что его занерфили и после нерфа вы его берете, потому что вы знаете определенно, что если дрон занерфлен, его в ближайшее время так точно еще раз нерфить уже точно никто не будет. Он уже не будет таким сверх жестким, чтобы все его брали, 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 покупали, 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 потому что его уже как бы по сути занерфили, правильно? Так же самое, как, например, Жигу один раз занерфили, и сколько времени она уже находится в том шикарном балансе, в котором она есть, хотя ее нерфить надо было еще и еще и еще, но ее до сих пор никто не трогает, до сих пор никто не нерфит. Соответственно, и с защитником я считаю точно так же, если его сейчас уже тронули, его занерфили, его в ближайшее время никто трогать не будет, соответственно, на данном дроне вы спокойно можете играть и спокойно можете себе его покупать, скачать и ни в чем себе не отказывать. Если вам так сильно жалко броню и считаете, что по три брони это много, да, я не скажу, что это мало, безусловно, если я не буду сейчас думать о том, что это у меня столько расходки и я могу себе позволить, а, например, просто задумываясь о том, что это может быть какой-то средненький там аккаунтик, да, даже у меня может быть какой-нибудь мультик, где не будет большое количество расходки, то броня это, ну, довольно неприятная вещь, да, когда хавает их по три штуки, но, в общем и целом, если играть даже на этом дроне не на постоянной основе, если у вас не будет возможности иметь большое количество батареек, большое количество расходки, а вы будете использовать данный дрон исключительно в тех случаях, когда вам, например, жизненно необходимо и вы хотите жестко понагибать, то, безусловно, дрон будет приносить свои плоды, это его будет нагибать и, ну, у вас не будет никаких проблем в бою, это лучший дрон, я, ну, я не буду говорить, что сейчас там, если появился дрон, то есть если дрон занерфили, соответственно, надо искать что-то новое, а, например, использовать там какой-нибудь штурмовик, опять же, да, или использовать еще что-то, нет, друзья, я остаюсь при своем мнении, если защитник даже и хавает эту дополнительную нарку, бог с ней, бог с ней, пусть он хавает эту дополнительную нарку, хорошо, этот баланс должен быть хотя бы какой-то, потому что, ну, защитников реально много, но для себя лично я понимаю, что в моей голове ничего не изменится, а в голове других игроков, которые, может быть, жадные, может быть, не имеют такого большого количества расходников, начнут снимать данный дрон, и это для нас, игроков, которые могут себе позволить, для игроков, которые умеют немножечко думать, умеют правильно анализировать и правильно подбирать для себя моменты, когда использовать данный дрон, даже если нету большого количества припасов, будут иметь в этом только выгоду и только плюс. Продолжать фармить, продолжать нагибать, и ни в чем себе, друзья, конечно же, не откатывать. Это, наверное, все, что я хотел вам сказать сегодня, друзья, я не собираюсь сейчас тут 20 тысяч миллиардов раз повторяться и говорить весь видеоролик в дальнейшем, то, что это имба, это имба, это имба, это имба, и продолжать в том же духе, вы и так все это дело знаете, конечно же, и мучить я вас в этом плане точно не собираюсь. Если же, как я уже сказал, у вас есть возможность купить данный дрон, то мое мнение в этом плане ни капельки не изменилось. Вы меня спросите, какой дрон купить, я вам скажу, покупайте защитник. И ни в чем себе, друзья, конечно же, не отказывайте, просто продолжайте играть в свое удовольствие с хорошим, полезным и замечательным дроном. Поэтому как-то так, друзья. Не забывайте прожимать лайки на данный видеоролик, не забывайте подписываться на канал. Сегодня у нас в игре появилось еще одно интересное обновление, о котором я совсем скоро хочу уже записать видос, рассказать вам, потому что там очень много интересных изменений. Это все дело, конечно же, связано с новым дроном, который будет у нас в игре. Это так, минимальный спойлер для этого видеоролика. Возможно, когда смотрите этот видос, он уже вышел, поэтому можете тоже перейти и уже его посмотреть. Но если его до сих пор нету, знайте, что это будет очень интересный видос, потому что мне реально есть что сказать. Не подписаны? Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok